Алло, да, Илон Маск, слушай, ну говорят, да, ну в интернетах ваших вот тут говорят, высокие технологии, ты что, ты старлинки в космос запускаешь, я пользуюсь твоим телефоном, я пользуюсь твоими машинами, а в интернете выходит видео, что Тесла говно. Да, прямо с таких слов и хотелось бы начать этот видеоролик. Ху тыс, всем здорово, дорогие друзья, с вами я, Кирюха Варпач, и я впервые выхожу с вами на связь вот из этой квартиры. Вы вчера мне просто закидали телеграммы, инстаграмы, директы, вот где только можно было написать, и в комментариях в ютюбе тоже накидали. Слушай, Кирюха, там у Димы Гордея вышло видео с Тесла говно, и вот почему. Слушайте, я сегодня, вот это для меня очень необычный стандарт, когда-то давно я записывал реакции, ну и то, какие реакции, на какие-то ролики, связанные с Теслой. Слушайте, сразу скажу, я 4 года трогаюсь с этими автомобилями, и все про них знаю. Мне стало интересно посмотреть именно с вами ролик про то, что почему Тесла говно. Так что прямо сейчас заваривайте чаеку, и погнали! А еще лайк забудь поставить и написать комментарий, что ты думаешь, как тебе задний вид, фон. Ну, погнали! Сейчас будет интересно. Это как раз тот видеоролик, где мы катались с Гришей Завозиным, Димой Гордеем и Кирюхой Варпачой, то есть... Варпачой. Катались из Минска в Москву. Мы катались на Тесле, БМВ, АМ8 и Сильве. Самый прикол? Наверное, стоит вспомнить, как вообще я ехал на Сильве. Словные были времена... Ладно, все, давайте начнем ролик смотреть. Что-то я заигрался. Удовольствие от вождения просто ноль. Будем тянуть жеребий. Мне даже она сперва понравилась. Есть у тебя Тесла, но есть у тебя есть автопилот. Нет, это так не работает. Если у тебя есть Тесла, то у тебя нету автопилота. Ну, если у тебя старая Тесла. А еще хотелось бы, кстати, опуститься в комментарии и посмотреть такой прикол. 23 часа назад, то есть, когда только ролик вышел, вы мне заспамили, я сразу написал «Не понял!» Это набрало 1100 лайков здесь. Посмотрите, ну тут больше ничего не набрало. И 99 ответов. Давайте периодически будем читать эти ответы. Ха-ха-ха, реально, шо ты понял? Голова. А, понятно, шо он логипай... Ну, понятно, это типичные комментарии, в принципе, в комментариях. Да, реально, да. Да, Тесла не говно. Лайк, кстати. Дима, мы с тобой классные товарищи. Ты классный парень. Но мне интересно разобрать твой ролик. Какого хрена ты сказал, что Тесла говно? Вообще, все Тесловоды нормальные и уравновешенные люди. Я не понимаю, если ты хочешь сказать что-то обратное, блядь, ты скажи мне это в лицо. Скажи, что Тесла говно. Я жду теперь ролик, когда он подойдет ко мне с камерой и скажет, что Тесла говно. Ладно. Добро и позитив. Тебе, вау, в смысле? Зарядись уже. Плюсов в этой машине нет. Есть. Тесла вообще говно. Это был, кстати, классный момент, когда мы с Дивой встретились. В общем, просто, ну, мы его чуть пораньше отпустили. То есть, он пораньше уехал. И мы с ним встретились в одной точке, где я плевался на Сильвию, потому что мне было тяжело на ней ехать. Микрофон в ахуе. Мне было тяжело ехать на Сильвии, ему было тяжело ехать на Model X. Но, скажу честно, на ДВС ехать миллиард раз проще на дальняк. И дороже. Я, Гриша и Варпач. Мы ехали на трех тачках из Минска в Москву. Этот путь у меня занял просто дохренища часов, дохренища нервов. Я не поспал. Ну, в общем, было максимально люто. И у Гриши... Ставь лайк, если тоже не поспал. В видосе... Ставь лайк, если дышишь. Но, на самом деле, да, Димы в этом ролике было очень мало. Там, по-моему, вообще упор сделан был на мне. То есть, кто забыл вдруг или не видел этот ролик, у Гриши Завозина есть видос полноценный, как мы ехали из Минска в Москву. Можете тоже найти на просторах интернет. Посмотрите его. И прикол в том, что... Посмотрите вот эти вставки. Все в порядке, только баг с другой стороны. Пошел на! Я Кирюха Круиз. У меня погоняло было Кирюха Круизер. И... У меня погоняло было в детстве Кирюха Крюхе. Жоп. Не-не-не, нормально, ничего не жоп. Кирюха, блядь, чтобы сцепу жопнуть. Блядь, у меня погоняло в детстве Кирюха сцепа было. А наши двухдневные старания находятся прямо сейчас за вашей спиной. Раз, два, три! Мы реально, клянусь, не знали, что за тачки будут. Мы понятия не имели, что за машина будет. Так, сделала себе подставочку под камеру. В общем, друзья, думаю, через этот видос вы сможете проникнуться всей болью, которую я испытал от этой машины. Тем более, здесь в Лусальнете ездят просто дофига. Короче, желаю вам приятного просмотра. Готовьте чайку. И погнали. Подожди, Диман. Подожди. А, пойду чайку готовить. Блядь! Вот что это, если не Жиза, ёба? Да ёб... Горячо пиздец. Слышь, Кирилл, я сам додум... А? Додумался, как заводится. Казавчик. А вообще кнопки старт-стоп нету? Нет. Вообще нет. Вообще нет. Тарковку просто нажимаешь и выходишь из машины. Отключай она сама... Я не знаю, что я тут должен прокомментировать. Я пока не вижу объективно-субъективных мнений, типа, что Тесла говно. Дима разобрался с кнопкой старт-стоп. Что непонятного? Там нету кнопки старт-стоп. Ты просто садишься в машину, нажимаешь тормоз и уезжаешь. На любой Тесле абсолютно. Вот видишь на улице Теслу, подходишь, нажимаешь дверь, залазишь, нажимаешь тормоз и поехал. Кнопки старт-стоп нету. Все. Элементарно. Я так и стал владельцем трех Тесл. Они просто стояли на улице. Я просто снял и поехал. Слушайте, пока первое впечатление вообще кайфовое, но по факту я на Тесле в Москве, наверное, даже и километра не проехал, поэтому непонятно вообще хватит. Напоминаю, у него старый Model X. Мне плюс-минус объяснили, как это работает здесь, в Беларуси. Ну, я не знаю, как в России тоже это работает. Тяжело, брат. Ну, пока у нас есть запас хода на 300 километров, поэтому пока просто чилим, кайфуем, едем. Можно даже будет автопилот включить. Но прикол в том, что нужно ехать без быстрых наборов скорости. Это раз. И второе, ехать без кондиционера. Почему, когда Илон Маск показал, что Tesla Model S Play быстрее, чем Porsche, и безопаснее Volvo, еще третий пункт он упомянул, что они безумно гордятся своим системой кондиционирования. Потому что самое большое, что жрет в твоей машине, а именно электрической машине, уточню, это кондиционер. Кондиционер и быстрый набор скорости – два фактора, которые больше всего жрут батарейку. Просто запомните этот факт. Из-за этого, если ты едешь даже с минимальным кондиционером, он, сука, жрет как не в себя. Я понимаю, что ехать без кондиционера невозможно, но с кондиционером он жрет очень много. Особенно X. X тяжелый и много жрет. Это факт. У меня три машины, просто доверьтесь. Он такой. Вот он такой. Для города изумительный. На дальняк на X тяжело. Но! Я на X много где был. И вы это видели. Tesla Trip, которые так и не вышли, конечно. Ну, я до Сибири два раза как минимум на X катался. Там, четыре с половиной тысячи километров. Не скажу, что это было легко. Но это было классно. А тут всего лишь 700 или 800 километров. Сколько там, с Минска до Москвы. Я даже не помню. Я спокойно катился на Сильвии. Показывала километры один в один. То есть, ты проезжаешь и четко, сколько она показывает, проезжаешь, только уходят из заряда. Но я понимал, что впереди, меня ждет на протяжении 500 километров, всего лишь одна электрозаправка. Электростанция, как она называется. Электрозарядка. Я считаю, так как мы едем на Тесле, мы должны по максимуму использовать машину. Поэтому я предлагаю включить автопилот. Зачем мучиться, давайте просто позвоним в Арпачу и узнаем, как работает автопилот. Скажу вам честно, когда впервые в 2018 году в Дубае я взял в аренду Теслу, я знал, что люди как-то включают автопилот, но я не знал, как они это делают. Реально. Я по Дубаю катался без автопилота до определенного момента. Я гуглил. Я реально такой гуглил в 2018 году, когда еще не купил себе икса. Это реально была проблема. Я не узнал об этом. И нашел видеоролик на ютюбе, не помню уже, как он назывался. Там просто слева снизу рычажок такой. Рычажок. Вот такой. Ладно, извращенцы. Алло, алло. Я дошел по максимуму использовать Теслу. Как включить автопилот вообще? В твоей машине нет автопилота. В смысле? Адаптивный круиз-контрет. Да, я понял. А автопилота нет, да? Автопилота нет. Слушай, а как еще узнать пробег у машины какой? Что нажимать? Давайте, смотрите, предугадаю действия. Слева внизу машинку нажимаешь, программное обеспечение там написано. Смотри, я доктор Стрэндж. Тебе нужно зайти на главном экране, слева внизу машинка. Да. Откроется меню и в самом низу система будет. Вижу, 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 да. Ведешь? Все, спасибо. Давай, там. Какая-то, кстати, 90D. 90D, типа 90 киловатт батарейка, dual drive, это типа два мотора здесь. ПФ впереди нету, то есть она не перфоманс была. Нет автопилота, не знаю, почему-то в моем подсознании всегда было так, что если у тебя Тесла, значит у тебя есть автопилот. Опа. Заехали тут купить-попить. Тесла, конечно, это очень интересная тачка. Я даже думал о покупке ее и периодически переставим объявление на дроме. Дром, купите у меня рекламу, я тоже могу рекламировать, что на вот этой красной табличке продаются Теслы. Я тоже так умею. Ой, простите, звонят. Если вдруг ты менеджер и смотришь этот видеоролик, я жду рекламы. Точность расхода один в один вообще. Вот было у нас 302, сейчас показываю 24 километра, я показываю 279. Так всего лишь из-за одного простого параметра. Ты едешь с очень маленькой скоростью. Это старая машина, подубитая батареечка. И опять же напомню, X жрет очень много зарядки. Ну, он такой. Молоденькая метр шипс. Красиво. Коротко по обстановочке. До ближайшей электрозаправки, так сказать, электростанции. Электрозарядки. Которая нам по пути, по нашей дороге нормальная. До нее 196 километров. А у нас запаса хода на 207. То есть запас у нас всего лишь 10 километров. Если мы до нее не доедем, то я вообще не представляю, как мы будем выбираться из этой ситуации. На трос, братан. Просто берешь трос. У тебя там на подстраховочке BMW X67, по-моему, ехался, не ошибаюсь. Берешь трос, короче, цепляешь к X-у и просто едешь, заряжаешься рекуперацией. Да, отъебнет коробка у X-а. Да, X положишь. Ну, зато другой X-а. Ну, ладно. На самом деле, нежелательно на вообще каких-то машинах тягать Теслу, если это не фур или какой-нибудь, я не знаю. Я даже не знаю, что должно быть. Инфинити нас хорошо тянул. Было в 2020 году в Тесла Трипе Инфинити, я не знаю, он спокойно тянул Теслу. А у других машин, мне кажется, коробка перегреется. Ситуация, поэтому сейчас я решил снизить темп. До этого мы ехали сотку, и теперь будем ехать 90-80. Я буду внимательно следить за расходом. Ну, то есть половина зарядки мы уже потратили, хотя только выехали из Минска. Но нужно быть объективным. Дима хорошо едет. Он едет спокойно, он понизил яркость, как я вижу по ролику, экрана. То есть он сохранял энергию как мог. Просто счастлив от того, как я их снял. Вот, начиная с этого момента, начались мучения. К тому, что запас хода верный, я к этому уже привык. Правда, приходилось чуть-чуть снижать скорость. Но ты делаешь движение, шаг влево, шаг вправо. И ты понимаешь, что всё, у тебя расход начинает резко уменьшаться. Поэтому пришлось ехать аж 80 км в час. Да, я душнила, блядь. Ну что, ты написал в названии, что Тесла говно. И вот почему. Я буду придерж... Ладно. Только по круизу, по круизу, просто по круизу ты ставишь, едешь и больше ничего не делаешь. То есть удовольствие от вождения просто ноль. Конечно, после поездки из Москвы в Питер на BMX мне уже ничего не страшно, но вот Теслу перегнать из Минска... Так, под вопросом. Иксик тяжеловато, но возможно. Спокойно 25 км в час. Стабильно. Нас сейчас даже обогнала вот такая фура. Это просто мучение, реально. Вот Тесла, это вот тачка. Слушай, Диман, реально есть лайфхак. Если бы ты пристроился за этой фурой, ты бы поймал воздушный карман, и ты бы поехал просто как нужно. Я уверен, что в комментариях к этому видеоролику наберутся люди, которые будут говорить, какого хрена я купил себе Теслу, я должен ездить за какими-то вот этими фурами, эвакуаторами, вот этими штуками, страдать. Слушай, ну, братан, Теслу покупают в России, либо чтобы кататься по городу, и у него еще 50 машин в гараже, которые он на дальняк может кататься, там прыгнуть на 200-ку какую-нибудь, и поехать, да, ну, грубо говоря. Либо есть такие энтузиасты, как я. Купил Теслу, и реально пытаешься как-то развивать инфраструктуру, пытаешься показывать, как это тяжело, и реально ругаться со всеми зарядками. Кстати, НСП и Россети ебал вас в жопу. Ну, это так, просто вставочка, фантомные боли заиграли, знаете. Что хочется сказать? Хочется реально, как бы, не страдать. Не хочется страдать, но приходится. И вот на Димином примере мы видим, ну, он просто так эмоционирует именно на Теслу. Для него это реально тяжело, когда ты можешь сесть в Lamborghini за два куни, либо какой-нибудь там GTR, просто лопить 200 по трассе, потратить кучу бабок на горючку, и все, и ты спокойненько доедешь. Но здесь немножко другой подход. Просто потому, что нету Теслы официально в России, и нету, сука, инфраструктуры. К сожалению, это правда. К сожалению, реалии таковы. Слушай, такой вопрос. А у меня хотя бы контроль полосы есть? По-моему, контроль полосы даже нет. Тоже нет? Или нет? Просто такое ощущение, как будто у Теслы отобрали главную функцию. И не автопилота, и не контроль полосы, и ничего нет. Это Гриша просто купил самую дешманскую Model X. Все. У Теслы никто это ничего не отбирал. Дима едет на дешевый Model X. Старый до безумия. Думаю о том, что я мог просто с кайфом, просто с кайфом ехать на i8. А я тащусь на этом куске говна. И меня обгоняет даже фура. Идеальный вариант, Дима. Идеальный. Карман огромный просто. А еще вот это вот выглядит, как будто чувак высунул две культяпки и снимает. Так и есть? А, нет, это так упало. Меня никогда по трассе фуры не обгонял в первый раз. Обидно, но с этим нужно мириться, братан. Тесла, к сожалению, вот такая. Вообще все электрички в России вот такие. Потому что никому нахуй не нужна инфраструктура. Богатенькие дяди не катаются на Теслах на дальняк. Их возят под куранты. Вот эти... Они несутся на других машинах. А Кирюха Варпачи, вот я как вижу, Дима Горде и остальные автовладельцы мучаются. Ну только я стараюсь очень громко кричать. Ну и опять же, вот какие-то фантомные боли. НСП, Россети, ебалы. Ну и так, собственно, мы приехали. Вот не дай бог, вот прикиньте сейчас, допустим, вот ситуация. Эта стоянка, допустим, электро, просто она сломалась. Автомат эти сломали. Россеть! НСП! Тогда все. Мы вызываем эвакуатор и, я не знаю, ем нам до следующей. А, нет, эта зарядка сделана, я думал, Россеть. О, ну я что-то вижу, не, нормально. Вон оно, спасение, спасение. Не Россети, хорошо, значит, работать будет. Я, прикинь же, она сейчас на автомате хотел переключить. Снова второй раз. Чтобы БМВ болезнь. Так, а что у нас камера, почему вот камера не включилась? Надо, потому что заднюю коробку передач надо включить, чтобы камера включилась. Так, самое интересное, сейчас будут танцы с бумами у нас. Как зарядить электрокарты? Вставляешь переходник ЧДМ, который есть. Два раза заряжал в жизни в Америке Тесла, поэтому плюс-минус. Но только в Америке ты вставляешь просто обычный порт и берешь из суперчарджера провод и вставляешь ее в машину. Ты даже на проводе можешь нажать кнопочку, и тебе машина сама откроет лючок. И ты вставляешь, и ты заряжаешься. Кайф. Здесь тебе нужно открыть багажник, достать, открыть нижний подпол, достать ЧДМ, закрыть нижний подпол, закрыть багажник. Вставить ЧДМ в машину, потом взять провод из зарядной станции, вставить в ЧДМ. Зайти в приложение, активировать зарядную станцию, нажать пуск и дай бог что-то заработает. Если ты не на Тесла Model S Play, ты не на Россетях и не на НСП. Дай бог что-то заработает. Дай бог у тебя первый патрон не стреляет, 12-ти вольтовый, потом не разрядится. Да, в Америке с этим проще. Согласен. По крайней мере здесь есть рабочий дисплей. Столько в России-то еще не продумано. О, пошло, пошло. Не продумано, согласен. Я вам больше скажу, в Европе все, кроме Тесл, заряжается вот так. И там еще более геморройнее. Там прям вообще жесть. Там прям вот прям вообще жесть. Там такое ощущение, что ты приехал на зарядку, и ты должен встать раком. Тебя сначала трахнут, а потом только через 9 месяцев ты родишь себе зарядку. Вот так. Еще у тебя миллиард карточек должно быть. В России и Беларуси с этим еще попроще. В Америке, блядь, вообще кайф. Или в Европе на Тесле, вообще кайф. Вот просто европейские машины не могут заряжаться на Тесла суперчарджерах. И то там они просят все Теслу разрешить, попроси, пожалуйста, Илон дай нам зарядку, там все такое. Не знаю. Вроде бы как он одобрил, вроде как не одобрил. Не знаю. Я в Европе не живу, но новости читал. Вроде как одобрил. Вы слышите этот звук? Да, это запустились вентиляторы охлаждения. Мне сказали час, но за час, мне кажется, ничего не произойдет. 50 кВт выдает Чидема максимально. То есть, если он на нуле, то ему нужно зарядить 90 кВт. Это примерно час сорок, час пятьдесят. Ну вот, от семь километров все пошло. В начале поездки я честно думаю, что мне всего лишь надо будет пару раз остановиться на часик, подзаренить тачку и поеду дальше. Обычная математика, Дим. Просто нужно было чуть-чуть спросить. 90 кВт батарейка. Переходник, через который ты заряжаешься, максимально выдает 50. За час ты никак не зарядишься. Никак. Ну никак. Ну вообще никак. Это невозможно. 90-50 в час. Мало того, что я ехал как улитка. Добрался до первой станции чудом там с минимальным запасом. И далее на первой же остановке я провел больше двух часов. Далее мне нужно так же ползти как улитка. И еще там 300 километров примерно. Заряжаться второй час. И провести там тоже еще, наверное, минимум пару часов Бля, дайте лайк поставлю, уже запиздец А что с этим ничего не поделаешь, это есть такое Но из-за этого Тесла не становится говно Становится говном то, что нет инфраструктуры И вот как раз этим я и занимаюсь Я стараюсь этим заниматься Можно будет сейчас перетопить Поедем 110 Мы еще никуда не поехали, уже показывают 405 Давай быстрее стоит, поехали 110 по трассе херачат Вот видели, там расход сразу вырос О, Кирюха Я, я еду, я То же самое, то же самое, брат Что, тебе не нравится? Тяжело, пи*** Тесла вообще говно, честно Просто я еду 80 км в час Вот это Тесла говно Мне кажется, все Тесла говно Вот именно вот это Тесла Старая Старый X Я не перевариваю старые машины Для меня они очень сильно устарели Объясню почему У меня есть плейт С которым я могу сравнивать технологии старого времени и нового То, что вытворяет плейт Это что-то Что будет дальше Я даже не представляю Мы ждали 2,5 часа на заправке Это потому что это старая машина А у тебя она сколько больше? У меня? Да, процентов на 30? 300 км Вот варпач сказал, что наша Тесла типа говно А у него она нормальная И он у своей может проехать 400 км Так прикол в том, что наша тоже показывала То, что мы можем проехать 400 км Но это со скоростью 90 км Смотрите, у него возможно в менюшке Было выбран очень интересный параметр Во-первых, у него не перфоманс машина Не перфоманс машина Она проедет дальше за счет того, что у нее моторы не так сильно жрут Это раз Второе В менюшке Нажимаешь слева внизу машина Нажимаешь экран И там будет написано Выбрать фактическую Фактический запас хода И примерный У него, скорее всего, выбран был примерный Он увеличивает твой запас хода И ты чисто машинально думаешь Что ты дохренища проедешь Я же всегда делаю фактический И смотрю, сколько она может проехать Сейчас у меня машина может на полном заряде проехать 392, по-моему, километра Это я говорю про свой Model X 2018 года С автопилотом 2,5 Почему, собственно, расход был настолько маленьким И как можно было увеличить дальность заряда, так сказать На этой машине Дело в том, что, оказывается Вот из множества вариантов Того, что можно было сделать Как вы думаете Что можно сделать в машине Чтобы она дольше проехала Нужно было Как сказал Warpatch Вырубить кондей Мы ехали в плюс 30 И он предлагал вырубить кондей Тогда бы он говорит Это факт Я даже забыл, что я говорил это Диману Мы же встретились, когда мы финал записывали для Гришиного канала И мы с ним обсуждали Я спрашивал Дима, типа, что, как? Он говорит, блин, невозможно ехать Он, в принципе, те же самые эмоции Я писал, я понимаю его Но я ему объяснил, что кондиционер жрет много Это, ну, пацаны, просто поверьте мне Кондиционер очень много жрет Очень много Все, друзья Желаю всем доброй и безопасной ночи Я ухожу спать Завтра утром уже разберемся После этой поездки Я искренне возненавидел эту машину Она мне и так, в принципе, не нравилась Я на ней ездил в Лос-Анджелесе Она тоже быстро разряжалась Ну, просто неприятные, комфортные чувства Когда ты едешь Ты, вот, ты едешь И каждую секунду ты смотришь на эту Model Y Model Y стоит, 100% Хотя, может быть, и Model 3 Тяжело определить с такого расстояния Они очень похожи И, вот, не понимаю, есть ли там спойлер карбоновый Если есть, то это перформанс-версия Но это так, к слову В Америке, конечно, по кайфу было бы ездить Ты постоянно об этом думаешь Это реально Ты едешь, как будто на сломанной машине И это происходит все время Не знаю, как на ней нужно ездить Так, чтобы ты получал кайф Наверное, только вот по городу И когда у тебя дома есть полноценная станция То, что ты приехал, как айфон Он просто взял, всунул В гараж засунул Подсоединил Зарядил ее И на следующий день поехал Съездил там за продуктами Там, не знаю До офиса, до работы Но вот так, чтобы поехать на дальняк Это просто невозможно Я думаю, по этому ролику вы это понимаете Я вот сейчас вспоминаю Меня снова аж прям после бесит То, что мы ехали там Просто дохерища часов Не поспали За то, сколько контента Дим наснимал Ёма народ Контент В Лос-Анджелесе? Охуенно Охуенно Я просто радуюсь тому, что там есть суперчарджеры Бля буду Буду в Америке Засниму вам отдельный ролик Какой-то кайф Ехать по суперчарджам Поставь лайк Вот прям поставь лайк Ах! Покажу В Заряде Короче, электрокары Мини заходит Пишите в комментариях Что вы думаете Про Теслу Про электрокары Будущее Это не будущее Пока мне кажется Это все очень сыро В общем, спасибо вам за просмотр Ох! Спасибо за просмотр Спасибо за контент, Диман Что ж Теперь давайте я тут вам С вами поговорю Что хочется сказать Ну, ребят Ну, да Будет тяжело Все это монтировать Потому что я На самом деле Не ожидал Что вот эти вот 40 минут ролика Выйдут вообще В полтора часа материал Я столько всего наговорил Что в конце уже У меня просто начинает умирать Язык, голова Я уже просто Сижу вяленький Такой думаю Господи Куда я просто ввязался Какие 40 минут Нарежу Все самое интересное Все самое четкое Кому интересно У Димана Сами ролик Посмотрите Никакого здесь хейта нет Мне было просто интересно Разобраться В чем именно прикол Почему он сказал Что Тесла говно Да, частично все по факту Но к этому нужно было Быть готовым Потому что это Старая машина Старые батарейки Хрен ты нормально зарядишься И хреновая инфраструктура Не машина говно Говно Инфраструктура НСП И Россети Вы тоже говно Ну Это опять же Пантомные боли Я не устану Это напоминать Мне кажется Я в каждом ролике Могу это спокойно говорить Пока они Просто не скажут Кереха Да ты наебал Это говори Не устану это говорить Ребят Огромное спасибо За то что посмотрели Этот видеоролик Вроде бы Все что хотел Сказал Все что хотел Произнес Тяжело Тяжело Но Нужно это развивать Это опять же повторюсь Нахер никому не нужно Я стараюсь Своей силой Свою энергию Все это вкладывать Чтобы это все развивалось Чтобы это было намного больше Намного четче Намного интереснее Чтобы зарядок было намного больше Короче Ставим лайк Подписываемся на канал Пишем комментарии Что думаете о таком формате Нужно ли обсуждать Вообще какие то такие Видосы с электричками Пояснять какие то моменты Жду хейтеров Которые будут писать А блять ДВС лучше Я б на ДВС Спокойненько доехал Но Опять же напомню Относитесь К этой машине С пониманием Инфраструктура Говно Все Лайк Подписка Колокольчик И не забывайте Конечно же Оставлять свои Замечательные Комментарии С вами был я Кирюха Варпач Всем спасибо Всем удачи И всем Пока Совсем скоро Увидимся